Вань, как дела? Чё вы со свят помирились? Ничего, хотела вот в прямой эфир выйти подписчикам поотвечать на вопросы. Но тут подключились вы. Давайте поболтаем. Да пошёл в загнике. Ты чё? Заебал. Сатан, ты чё? Ты бы уезжал и не звонил бы ей, потому что ему вообще всё равно на всех. Только о себе всегда думать. В смысле? Я сестра его. Я застклю его. Ты что, а ты делал? Приедешь домой, мы поговорим. Да ну нафиг. Я говорю, давай Анке позвони, поговорим. Он говорит, да ну её нафиг, не хочу её сейчас с ним сговорить. Да, потому что мы только вдвоём разговариваем с телефоном. Мы делимся секретами, только вдвоём. А ты что, где находишься? В Одессе я. Макс его показал. Смотри, это Макса Малыха. Нифига себе, Макс, это ты эту Малыху. Привёл на проект. Ну так вот, ага. Думали, да? Не способен на такое. А вот, оп, и вот нежданчик. Ничего себе. Я в Одессе, вот, у мамы 10-го числа день рождения, вот прилетела по будь на день рождения, потом улечу назад. Назад устала я, короче, там у меня всё. Когда ты приедешь сюда? Скоро! Чё вы там чем занимаетесь? Я ничего, смотрю на Федю, он смотрит тут фильмы какие-то для взрослых. Федька, как там со статевиат? Да? И как? Чё там со статевиат? Не, не это? Вы, короче, зависли. Макс, у тебя спрашивают, ты свободен или нет? Вот пишут. О, у меня мало так посмотрело. Сейчас, походу, она зайдёт прямой эсфер. Всё, отключились. В общем, привет, ребят. Так. О, подключайте теперь Федя. Дела хорошо. Ну, по Феде я скучаю, но только как по брату. Может, по-братски с ним общаются? Эй, братское сердце. Привет, братан, ещё раз. Как дела? Нормально, вот сижу. Были в кафе с мамой и сестрой пришли. И, короче, я выдыхаю. Ну, так ты полной грудью дыши, больше выдыхай. Я не хочу приказать. Я тоже вот сижу с Максом, выдыхаю. Анька, привет! Привет, Амюзочка, как дела? Нет, нет. Нормально. Давай курсы дыхательной гимнастики. Давай выдыхать вместе, давай. Привет. Сидим, выдыхаем просто. Девять дней, сейчас. Блин, ну жесть. Чего сказать? Я думала, ты вообще, Федь, поехал на неделю? Ну, очень долго. На недельку до второго, он уехал в Комарова. А Макс вообще там прописался на острова. Это хватит. Да, он побыл там пару дней. Ой, а вон, Федина, слышу, Федину малыху где-то, где-то там идёт. Недалеко. Отнимаем. Настюха? Ой, все, кто смотрит... Я же двинулся от экрана. Все, кто смотрит, тут подписчики любимые наши, есть два одиноких сердца. Одно снизу экрана, другое сверху экрана. А третье вот здесь... Обращение? Вот тут я ещё, ребята. Я тоже одинокий. Есть два сердца. Смотрите. Так соединяйтесь, ребята, соединяйтесь. Вы даже похожи друг на друга. Вопрос к мужской половине. И все, кто смотрит, то вам нужно оставлять заявки вот сюда, вот на верхнюю часть. Прикинь, ты у них внизу. А все... Ты у них вверху. Нет. А все, кто ко мне, девчонки, то вот сюда. Да, у себя, да. Поэтому... Ладно, как это... Как отпуск проходит? Нормально. Я сегодня приехала, ещё не отдыхала. Я спала два с половиной часа, потому что на Баляне там уснуть невозможно. Все бегают. Люба там облили чем-то новенький. В общем, Люба рыдала в слезах. Вином её облили. Она там рыдала, её успокаивали. Она там уходила, приходила. В общем, у Любы что-то это... Крыша поехала. Вот. Я не могла долго уснуть. Потом уснула и встала уже в полшестого. Поэтому не выспалась. Вот. А так тоже ничего там нового такого не происходит. Захарьяш цепляется просто по любой причине ко мне. Вот просто. Хоть я есть, хоть меня нет. Вот он всегда меня цепляет. Говорит девочкам, вот, пока вы с Брянской не общались, вы были нормальные. Она вас учит, мол, агрессии, она вас учит, там, как мужчин не уважать. Короче, жесть, честно, полная. Я вообще никого ничего, ничего не общаюсь, сорвно, толком ни с кем даже не общаюсь уже. Я сама с собой уже, хорошо, что мне надоели. Он ходит, прям цепляет меня постоянно. Этот качок ко мне проявлялся, ухаживал, я сказала, ты мне не интересен, ну, ну, не нравится. Вот, это ты виновата, что его выгоняют, прикинь. Ну, мне человек не нравится, мне что с ним сделать? Ну, такое. Он вообще задолбал меня. Слушай, тебе не стыдно, если тебе качка выгоняют? Да, да, я вообще не обманываю. Я забираю. Пираковуха. Пираковуха. Пофигу. Да. Да, реально плевать, мне вообще плевать. Ты знаешь, Петька, я особо не обращаю там внимания, пускай разговарит. Ему скучно по ходу своих отношений, он лезет ко мне. Я уже, сижу вообще в женской или у Аленки Рапунцель, или в СССР. Слышь, Малыха звонит. У вас что там за это? Слышишь, ему Малыха звонит, а он, короче, гасится от нее. Ему Маргарита Малыха звонит, а он гасится от нее. Слышишь, я сейчас Маргарите скажу, она эфир посмотрит. Она ему в Алайя должна прийти. Она на проект, а он гасится от нее. СИКЕРСМА, СИКЕРСМА. 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 Дай ухо. Ну ты, где Малыха разговариваешь? Я не буду ли, как бы, как бы, как бы, как бы, что это у нас? Я спалился просто. Тут на подписке пишет комбиняшка. А, не слушай. Ты классная. Я сижу на кресле. Брянская в толчке сидит. Иди сюда, подруга. Ну, лишь бы гады с ним читать, правда. Так, Федя Пухан себе накидывал. В смысле? Ну да. Один из самых тупых. Все правильно. Я поздоровалась в Брянской. Мне тоже смешно это читать. Брянская, салам алейкум. Кудрян, салам алейкум, ослалат. Салам алейкум, родная, как дела твои? Ты что делаешь? Все нормально. Ничего, я с мамой, в отпуск уехала. А Баля тоже в отпуск уехала? Да, я знаю, с ним приписывалась. Вы задрались, когда вы ссоритесь, реально на 2 часа, потом миритесь. Что в дела? Он смотрел, что пришел, именно на ухо, забрал все, и глотует. Ребята, спроси, мы опять не нравились, потому что мы братаны. Потому что, потому что я ем шоколадки, но она чай не ест. Да, мы это. А на кофе пьет, я шоколадки ем. А это есть тандем? Да. Вот. Ну что, когда ты возвращаешься? А я что знаю? Ты не просился? Угу. Блин, ну уже тяжковатый, ты долго там, уже скоро где проспорит наступать. Ну нет, еще месяц то прошел. Ну я помню, первый месяц еще норм было, а на второй я уже все, рыдала. короче. Ладно, здесь не стоит говорить. Словач надо с подписчиками общаться. Давай, да. Так, Аня, как харизматичная. Вопросы тут тупые писать, где Настя, где Настя. Ну они же знают, что мы встречались, встречались, я уже сама запуталась. Федь, ты так, вот, хороший комментарий, Федь, ты такой зайка, добавляйся, пообщаешься, меня Лен зовут. Лен зовут. Многие пишут, что я хочу к тебе прийти, я хочу к тебе прийти, что-то не что-то останавливает. Так вот, если ты, короче, трусиха, то можешь не идти. А если не трусиха, то идея. Федя любит смелых девушек, девочек. Обратите на это, пожалуйста, внимание. И даже если вы трусихи, тщательно это скрывайте. И ему это не показываете никогда в жизни. Ну, не то, что скрываете просто. Ну, просто, ну, реально. Когда женщина в себе уверена, то и мужчина к тебе тянут. Да. Когда неуверенно, ну, это отталкивает, я сама это понимаю. Даже когда у меня подружки там, знаешь, что-нибудь сомневаться, я говорю, ты вот зачем себя так ведешь? Будет уверена, даже боишься, ничего страшного. Лучше действовать. Ван, пишите, я сильно смелая. Настя, ой, Настя, а не хочешь смелая, на самом деле, девчонка, хорошая. Потому что, мужиков, что-то в прямом эфире нет. А мне смело, да, мне девочки, что-то. Все тусуются, все тусуются, сегодня же, четверг, начало выходных. Угу. Что тебе еще интересного? Ничего, Федька, интересного. Рада, что уехала в отпуск, потому что я уже все, вот прям выдохлась полностью. Я же тебе говорила, в ночную я кодоне вышла на ТЭД, посидела, поговорила. Все в шоке были уже, все, мне ведущие говорят, Аня, мы тебя не узнаем, это вообще не ты. Я говорю, я так устала. Я говорю, я не хочу ни отношений строить, ничего не хочу. Говорю, вот просто ничего не хочу. Будова пришла, не стой, сиди одна, пока одна. Растил нет. Я тоже ревела там ей. Короче, у меня прям, знаешь, на спад настроение пошло, поэтому хорошо, что я уехала домой, сейчас выдохну, отдохну, позагораю-то чуть-чуть и вернусь. А, получается, Федька, тебя не будет на свадьбе у Майи? Наверное, нет, ну, нет, к сожалению. Так, Ань, самая лучшая. Вон, Сергий Александрович, первый мужчина, который я увидел в комментариях. Первый мужчина. Сердце, сердце, она открыто, младшина, это так, что у вас есть США. Неверность является из-за мнения людей, человеку нужен человек, который будет поддерживать. Ну, это, согласен, но ты, самовлюбленный нарцисс, Ань. Кто пишет, что я не увидела? Подожди. Ты, самовлюбленный нарцисс, написали тебе. А, я или ты? Ань, сними футболку, написали. Да, они, кроме как гадости написать, вот, знаешь, некоторые, больше ничего не могут написать. Сидят люди, которые, не хочу их оскорблять, но из себя ничего не представляют, вот только гадости могут писать. Я даже на таких вниманий не обращаю. Мне их жалко. Аня, ты необычный паренек. Ань, ты такой классный. Ань, ты такой классный. Аня, почему ты грустный? Ань, ты с Настей? Тебе придется рассказал. Федя, вот тебе респект написали. Да, да. Федя, скажи, Аня и Настя вместе. Федя, ты мне нравишься, но тебе моя фигура мне не понравится. Ну, значит, надо заниматься, чтобы понравилось. Правильно, да. Когда в Магадан тусить? Это кому вопрос? Аня или мне? Походу, мне. Магадан, это вот заведение, я так поняла. Это знаешь, что я написала? Анна Илья Ельчина. Крайне редко бываю в этом заведении, поэтому не могу вам ответить. я часто бываю в другом заведении, которое называется дружба. Я там всех встречаю по жизни. Чисто по-дружески. Ай! А ты что не спишь? Выйдут прямой эфиры, и мама сестра разговаривает, я говорю, так, я выхожу в прямой эфир, а мама говорит, что я не могу ложиться. Завтра с утра пойдем загорать. Ань, тебе он с Осетии шлет большой привет. Да, спасибо. Ань, ты где? Я в Одессе, ребят. В Одессе. Да, Федя красава, Федя, ты знаешь, реально пацаны, реально пацаны. Слышишь, сколько тебе цветов из Дуба прислали? О, да. Букетами просто. Они очень крутые, особенно, когда виртуальные, это прям пушка. Федя, ты злюка. Нет, не злюка. Вы что, ребят? Он, на самом деле, очень добрый и позитивный парень. Уж я-то знаю, ну, там сколько, блин, на поляне общались. Сейчас общаемся, бывает, созваниваемся. Сейчас был там. Просто, вы смотрите. А ты где этот комментарий увидела? Выше, вот. Федя, запомни, ник, я тебе напишу, пообщаюсь, фигуру, вроде как норм. Спортом занимаюсь, ростом 70 дней. Кстати, привет из Уфы. Ну, привет. Тебя, он спрашивает, Каролина, ты Блюма не встречала? А, а, Блюм же в этом, в Москве. он был тут, а потом уехал, он же выставлял там фото с девушкой своей на Красной площади. Да? С какой девушкой? А ты не знал, у него девушка есть уже давно? Да. Нет, не знал. Пятенькая такая. Он, когда даже мой разбор был, он такой пришел, говорит, вот, типа настроения нет, а Блюм говорит, почему? Он говорит, да, пока ехал с девушкой своей, поссорился, а мы такие, у тебя есть девушка? Он такой, да. Так, оперативно нашел после проекта. Почему бы нет? Не, ну, молодец. Просто, знаешь, на практике сидишь, не может человека встретить, тяжело как-то. За проект выходишь, так как я, вот у меня истерики были, я никогда таким не страдала, там, хамкой особо не была, ну, все было нормально, там, отношения были нормальные, на практике, какая-то фигня. Слушай, а здесь, слышишь, вопрос такой, а нельзя нажимать, чтобы, вот, посмотреть, кто комментарий пишет, просто вот нажал на человек, и типа посмотрел. человек, а не, наверное. Ну, так, Федя, когда в Магадан, слушай, а вот можешь, вот этот, Анна Ельчина, в директ написать, и я потом на тебя посмотрю, точнее, я потом с тобой поперекисту. Я вообще-то их не вижу. Прикинь, я вообще-то их не вижу. Ужас. немножко, это, препятствие такое, совсем маленькое. Такое. Что тебе нравится в отпуске? Дома нравится? Да, но я все время не поняла, потому что я хочу выспаться, я все дни вообще не выспалась. Я заспал 4, то мне 8 на ногти, то мне в 6, я встаю, еду в стоматологию на рекламу. То есть, короче, я всю неделю вообще не высыпалась. Я думаю, сегодня я посплю. И что, знаешь, и спать не хочется. И не ела целый день, вот только поела. И такое, короче, непонятно, состояние разбитое, короче, в общем. Вы что, там нормально кушаете? Да, да, а что нет? Да. Ладно, слышишь, бренд? Да. Я оплодинал. Давай, фудос, я тоже отключаю. Скачаю фильм, потому что без интернета останусь. Давай. Не грустите там, не ругайтесь, пиши, если что, я на связи. Да, давай на WhatsApp. Давай, Все, хорошего, хорошего, с командой привет. Давай, посибочки, передам обязательно, посибочки большое. Давай, попомянуть. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok